Дома Романовых 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 Император Николай II высыпал на сквер, по-моему, он называется Тренево, который центральная часть, недалеко от управления МВД. И все жители стояли, буквально смотрели с замиранием сердца, как же выходит государь. Это связано с любовью к этому человеку, к его семье, к его успехам. Потому что действительно Россия развивалась стремительно, в последние годы особенное управление. И, в общем-то, император Николай II никогда не делал визиты пустыми, просто вот так. Или слишком официальными. Всегда он помогал, всегда он жертвовал какую-то денежку. Он всегда посещал монастыри, православные храмы и учреждения. Вот, кстати, если мы с вами говорим о визите 100-летнем, у него было стандартное посещение. Флот, монастыри, братская кладбись. Очень часто он вспоминал участников крымской кампании. Но, например, такое интересное событие, которое наверняка мало кто знает, что когда он приехал 21 мая 1916 года, то, например, в школах в Севастополе были отменены экзамены. Было великое событие. Дети радовались, все радовались, родители тоже. В общем, очень интересно. И много таких описаний, связанных с его посещением города. Есть, кстати, много и фотографий. Но все-таки вот для остальных членов семьи Николая II, для его детей, Крым такое же значение имел? Да, они очень любили Крым. Кстати, есть дневники Николая II, императора, есть дневники Александра Федоровна и его супруги, есть дневники детей. И вот там небольшие крупицы, мы тоже их потихонечку собирали. И вообще, когда мы говорим о семье императора Николая II, потому что когда мы только поднимаемся в политику или в экономику, ну, масса противоречий. Как только мы начинаем говорить о его семье, совершенно другое отношение. Я думаю, это очень правильный подход. Вот, кстати, наш исторический клуб «Севастополь-Таврический», мы не просто готовим издательскую деятельность, работаем с архивами, музеями, библиотеками. Мы еще и собираем какое-то наследие, именно связанное с теми проектами, над которыми мы работаем. Вот что касается Николая II о семье, у нас есть ряд, ну, просто замечательных фотографий, нам так кажется. Всем известны великие княжны, например. Это вот здесь фотография интересная. Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вот они, знаете, когда они подписывали открытки, особенно солдатам в Первую мировую войну, ведь было так трогательно людям получать такой знак внимания от императорской семьи, они подписывались отма. Вот самая верхняя – это Ольга, Татьяна, Мария и маленькая Анастасия. Еще царевича Алексея не было. И вот, например, фотографии. Это Первая мировая война. Как раз в 1916 году она уже была в разгаре. И вот, например, фотографии. Ведь она совершенно не показушная фотография, когда великие княжны с сестрой милосердия. И, кстати, когда они приезжали в Севастополь, посвящали Романовский институт физических методов лечения, то всегда они дарили солдатам иконки, матросам. И вот, знаете, опять-таки, говоря о его семье, вот какие прекрасные лица. Посмотрите, Ольга и Татьяна. Удивительные чистоты лица. А ведь у них очень непростая судьба была. Ведь ходили тогда многие слухи. Не секрет, что Александра Федоровна была носителем геногемофилии. Говорили, что они могут и не выйти замуж, у них может быть не быть детей. И они так рано ушли из жизни. Поэтому семья удивительная. И вот я уверен в том, что те дневники, которые сегодня, кстати, становятся все доступнее, и дневники, особенно переписка Николая Второго, как его называла Александра Федоровна Ники, а он ее Алекс, но она точно не показушная. Там очень теплые слова. И вот когда у нас в обществе очень много разногласий по его именно фигуре, Николай Второй, именно о нем чаще всего говорят, хотя и о Александре Втором, Александре Третьем, Николай Первым говорят, и о Павле Первом сегодня много тоже, чего нового открывается. Вот очень важно не возвышать, не преувеличивать значения, а просто давать исторические факты. Вот мы этому тоже следуем, но стараемся анализировать все, что есть в нашем доступе, в современном. Вот с такой нейтральной, можно сказать, позицией, что можно говорить именно о роли политической Николая Второго, потому что есть, конечно, положительные, отрицательные. Говорят о том, что он проявил некую слабость при отречении, всем известные события. Как оценивается этот момент? Да, это чрезвычайно сложный опрос. Много на эту тему сегодня публикаций выходит. Вот когда мы говорим о его слабости, его характера, или, ну, может быть, таком слишком мягком, вот такой православный, он, может быть, уходил в сторону иногда от решения опросов, мне всегда возникает только один опрос. Посмотрите, какой скачок Российской империи в начале 20 века произошло. Неужели это все из-за его слабости, или он не вмешивался, или какой-то был его дублер, двойник? Ну, конечно же, нет. Вот я проведу такой пример, я сам нижегородец, у нас есть завод Красная Сормова. Очень древний завод, такой замечательный, мы все мальчишками вокруг него бегали. Например, настолько был мощный экономический рост, что за две недели собирали теплоход, за два дня собирали паровоз. В России был демографический взрыв. Каждый седьмой человек на планете жил в России, тогда в Российской империи. Сегодня, по-моему, уже 50-й или 60-й в мире. То есть, настолько была, Россия настолько набирала обороты, что совершенно нельзя говорить о том, что вот он вот, просто этот период с 17 по 18 год, может быть, конечно, начиная с Первой мировой войны, но это было время колоссально сложное. Вот я приведу простой, известный, вернее, факт. Как он сказал, когда за несколько дней до отречения, какую фразу он произнес? Кругом подлость, измена и обман. И вот каждое слово можно разбирать, потому что за каждым этим словом, его таким глубоким, душевным, вот этим покаянием каким-то, стоят очень серьезные вещи, потому что Россия была неугодна, невыгодна. И, кстати, вот Ганина яма, где находятся такие основные памятные места, связанные с мученической смертью, вот с этим беспрецедентным случаем расстрела всей царской семьи, и всех, и врачей, кто там были, даже собачку это расстреляли. Там, в музее, я там не был, но мне рассказывали очевидцы, что там такой стенд есть специальный, и везде написано, Россия первое место в мире, 1913 год там производство стали, просто зерна, производство вин. Вот, поэтому, ну, очень много сил было тех, которые просто обложили плодным кольцом. Хотя нельзя говорить и о том, нельзя не говорить и о том, что, конечно, просчеты были. И в управлении, и во внутреннем обустройстве самого императорского двора. Все это было, но все романовые люди, они, кстати, совершенно были разные. Все романы совершенно разные. Читаешь об одном великом князе, чувствуешь немножко его какой-то дух, какой-то его внутренний мир. Другой великий князь, совершенно другой человек, но они все разные были. То есть, можно или все-таки нельзя провести некие параллели вот с другими императорами, с другими романовыми, с другими эпохами, или все-таки эпоха Николая II, она абсолютно уникальна и покрыта, может, где-то загадками и тайными? Ну, да, эпоха его точно уникальна. Она, кстати, действительно, вот в следующем году, столетия, да, великая, хотел сказать, что это учебники советские. Ну, бог с ним, наверное, тогда это было все правильно, как считали тогда историки, Октябрьской революции, сто лет. И хочу сказать, что ведь и тайна была, и все было. Было пять предсказаний по смерти Николая II. Один там известный монах Авель, и, кстати, по Александре Федоровне, мало кто знает, что в 1916 году в посещении в одного из монастырей женских под Новгородом ей вышла одна населенница-старушка-монахиня и поцеловала ей руку и сказала, будешь ты страдать. И вы знаете, как известный случай, рассказанный князем Боленским, когда в 1915 году Николай II посещал Балаклавский монастырь, причем он посетил его непланово, когда вдруг вышли из кельи два монаха, которые там никто никогда не видел, им ставили еду, они ее забирали и жили в келье. Вот такое интересное иночество было, очень подвижники великие были. И вдруг они выходят и кланяются ему в ноги. Они провожали его яхту, потом еще раз вышли, когда он уже шел в Ливадзе. Много было знамений, много духовного, много материала сейчас. Поэтому, конечно, великий праздник Пасха, праздник Победы, но вот это столетие его визита тоже есть смысл немножко, нам кажется, задуматься и поразмыслить, какую роль он оставил, в том числе и в развитии Севастополя. Я знаю, что готовятся к зданию такая книга, как «Севастополь, императорская фамилия». Вот какова его судьба на данный момент? Да, эту книгу мы над ней работали три года. Сначала она у нас была в формате исторических портретов. Мы собрали очень качественно, с Александром Ильичем Зубарем, кстати, известным тоже подвижником в деле истории, собрали портреты императоров уникальные, просто высочайшего качества, и очень интересные, и необычные, нестандартные. Очень много указов собрали, конечно, где проходит Севастополь и Крым. Но потом мы решили год назад еще что сделать. Все посещения императоров, найти все газетные хроники, это газеты во всех разбросанных совершенно архивах России, все это собрали. И вот можно почитать. Май 1916 года. Официальная газетная хроника. Дневник императора Николая II, что он писал по этому поводу, в этот же день, в это же время. И воспоминания очевидца. И получается такой очень интересный разноплановый подход, что каждый человек, который сможет приобрести вот это издание, он может независимо, без нагрузок каких-то политических, экономических, каких-то личностных, эмоциональных, просто посмотреть, сказать, да, надо же, вот действительно вот это событие было. Вот он посещал вот эти места. Значит, его заботами в том числе Севастополь развивался. В том числе, конечно. Потому что Севастополь развивали, конечно, севастопольцы и руководство города, и замечательный командующий флотом. Об этом можно бесконечно говорить. Так когда же книга выйдет в свет? Книга должна выйти 23 мая. Должна состояться презентация этой книги. И вот, кстати, она будет проходить в гостинице Севастополя, в генеральском зале. И те, кому неравнодушны истории императорской семьи, вот эта вот неизвестная еще история Севастополя, могут прийти. У нас там будет очень интересный стенд, связан с тем, что там будут размещены вот такие оригинальные фотографии царской семьи. Люди могут пойти, посмотреть фотографии начала XX века в очень хорошем качестве. Мы надеемся, что это будет подарок городу. Ну, нам так кажется. Вадим Николаевич, остается немного времени. И вот последний мой вопрос связан как раз с годовщиной последнего визита Николая II. В этом году на полуостров приедет великая княгиня Мария Романова. Какова цель ее визита? Вот честно скажу, не могу сказать о цели, но информация такая действительно есть. Вот когда мы говорим о Романовых, то русское зарубежье, вот те, кто ушли в эмиграцию в 20-м году, они всегда эту тему очень поддерживали. Они писали какие-то исследования, они всегда защищали. В том числе, конечно, и в первую очередь Николая II. Здесь все происходило по-другому. Но что касается вот визита Марии Владимировны, здесь тоже очень много противоречий. Я знаю, что севастопольцы знают об этом. Вот любой визит, связанный, и любая информация, связанная с императорской семьей, просто вот шквал, идет комментарий. Кстати, их очень интересно читать, все время удивляешься, откуда у севастопольцев у многих такие глубокие знания. Что касается визита великой княгини Марии Владимировны, принцип, мне кажется, разумного человека такой, смотри по делам. Если это просто какой-то формальный визит, это одно. Если человек привносит какие-то интересные, позитивные события, делает на чем-либо акцент, это очень хорошо. Ну, а с учетом нашей современной сегодня истории, мне кажется, любой визит представителей Европы, наверное, неплохо для Севастополя. Пусть больше знают о нас, пусть больше о нас говорят, что у нас все замечательно, ну, с определенными, понятно, трудностями. Но, тем не менее, в общем. Ну, время покажет, как оно все будет 16 мая. Вадим Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам в студию и за интересную беседу. Спасибо. Напомню, о Доме Романовых говорили с кандидатом исторических наук, председателем общественного объединения «Севастополь-Таврический» Вадимом Николаевичем Прокопенковым. Эфир информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин